Наше дачное утро началось с завтрака и стрижки лужайки. Каждый уважающий себя аристократ за завтраком должен читать спортивную газету вот этого названия. Вот так вот даем в это встряхивать, макать круассант в кофе и наслаждаться. Я монтирую для вас то, что наснимал вчера, чтобы сегодня освободить место для того, чтобы снять новый материал. Я делал это полночи. Но все для подписчиков. КОНЕЦ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это будет интересное приключение Айда с нами Это что? Это поганочки какие-то Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzок ДимаTorzок Мы не пересекли, мы не пересекли. Мы не пересекли, мы не пересекли. Мы продолжаем так. Да, мы с ним шампион. Мы вернемся. Поехали. Мы действительно все. Мы не пересекли. Мы не пересекли. Уфо? Может. Может. Уфо. 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 А не, это для питания. Для питания. Да. Может быть, для питания. Уфо. 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 Для санглеза это мне кажется, что я не знаю. Это лето, да, да. бочка с радиоактивными отходами или с трупом или с трупом сбросили с самолета если кто опознает вот пишите нам мы скажем где лежит если это ваша мы с Вовой сняли с себя по маленькому маленькому пизденышу клещу такие прям малюсенькие теперь буду всю дорогу идти чесаться что хорошо здесь во Франции как мне кажется труднее потеряться там где мы жили в лесу если ты вышел в парк и чуть-чуть не в ту сторону пошел то несколько сотен километров ты будешь идти в болото и никогда тебя не найдут а тут так все плотненько что ты придешь к людям все равно но это в теории пока вот тех места где мы ходили все равно есть какая-то жизнь локации какие для фильма дать посмотрите как в сказке ищу вам хуенота дорога жизни по всему дереву и Ты знаешь, это ракет, ты знаешь это? Ты положишь это на твои ноги и ты знаешь Это шмин, который ты делаешь в ракет Снегоступа Серьезно Снегоступная тропа Снег Ты меня, а я тебя Понятно? Ага Снег 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 Сitten Снег 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 Фреда потеряли Кто познал жизнь, тот не спешит Вот мы снова идем в двойки. Фред говорит, что не признается никак, что с утра бегал, но потом все-таки признался, что бегал в булочную за кроссанами, Депан. Мой злейший враг, лестница. Так вот, чтобы хоть маленького ощутили. Ну вообще это удовольствие специфическое. Специфическое. Группу догнали. Штука показывает, что ты на правильном пути. Ага. Окрест. Окрест, что туда немножко не надо оставаться, чтобы многие прыгают. А вот это показывает, что на правильном пути. Ребята, кто закручивает. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Здесь вообще как в парке Субтитры делал DimaTorzok 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 Этот поход Ну давайте посмотрим Что мы отсюда видим Мне кажется Все Мерси Мерси Сынок Раз Мерси Теперь можно запомнить Как выглядит это Реориентирование Да Там тоже есть жизнь Это вот там мыши Коровки Слушайте Трудно Мозгу Осознать Этот масштаб Вот мы оттуда Откуда-то приезжали Когда Изъехали Из Шартреза Вот с тех гор Мы спускались Ну мы как-то объезжали Я понимаю Но мы спускались оттуда Видели всю долину И вот это озеро А может Вот с тех гор Мы спускались И видели как раз Вот это озеро Не-не-не Мы с этой стороны Видели А? Мы с этой стороны Видели А там Альба Умеем летать? Да Я умею Но не долго Где наш дом? Так Давай найдем Вот Дорога Ну вот Ориентируй Вон та высотка Она где Вот желтая труба Вот желтую трубу Видишь? Мы где-то На этой Карфур Видишь? Нет? Я думаю Что вот Вот центр Вот мы едем Вот так Значит Вот эта дорога Вот так И даже вот Вот там А Вон летающая тарелка Вот высотка И за ней сразу Вот эта летающая тарелка На А мы поправее Значит Где-то А Вон Что? Нет Или да Знаешь Что я думаю Вот там Это желтая труба А по львее С синей полоской Что-то С синей полоской Это с той стороны Трассы А наш дом Еще ближе Вон он Где желтая Желтая полянка Квадратная штука И слева Коричневая крыша Мне кажется Вот это наш дом Коричневая крыша Это где Сидят эти Социалы А потом Такая елка Большая Смотри Желтая труба Иди сюда Зеленое пятно Это все На той стороне Дорога А потом Квадратная Такая серая И вот левей Квадратная Да Левей Красная такая полоска И два дерева Вот так стоят Ага Вижу Вот это наш дом За деревом Ты помнишь Ну вот смотри Большой лес На нем Желтое пятно Чуть выше Поднимаешь И красную крышу Видишь Вот левей Это наш дом Понял Красная крыша Это социалы Сосна Вовсе маленькая Куда можно Вот так вот взять Вон центр Видишь Там прям видно Конечно Да Как-то он Бестсайд Называется Я здесь Я здесь Я думаю, что вот там я вижу Мондуан. Я думаю, что я могу летать 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 Как это все выглядит Озеро Домики Видно, кстати, сколько полей Ты их обычно не замечаешь Ну и вообще зеленая местность, да? Леса Это же вот эта деревня, нет? Которую мы проходили Ну вот одна из них Мы будем там, видели крест Это круто Я уже сказал, что мечтал об этом 9 месяцев Вот как мы приехали, первый раз в Шамбери помнишь? Посетить крест? Да Когда мы на поезде увидели? Нет, мы на поезде увидели Да, мы в окно посмотрели Я с вами дал увидеть А сидят? Да Я думаю, что мы еще сказали Что? Что, гайся? Крест А, точно Было такое Вот те вот горы прикольные Да вообще, горы прикольные О, смотри, птица Смотри, как здорово С моего стороне лука Там уже из ИЗИР район, да? Да Там уже туда Успания Туда вот Ты как фотомодель? Шантреус прикольное местечко, да? Да, это вообще круто здесь. Я сейчас выключу камеру, чтобы насладиться. Надеюсь, вам тоже понравилось. Что? Скажите, что ты чувствуешь? Я чувствую, что ты не плачешь? Потому что банана... Банана не было достаточно для второго вечера. Это уже время лаперо, да? Лаперо! Я люблю лаперо! А раз? Нет. Хочешь. Хочешь. Ты думаешь, что ты здесь? Нет. 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 Окей, пойдем. Пойдем домой. Спасибо. Вот сейчас Вова поднял тему такую о том, как ты жил в Малой Вишере. Максимум мог посмотреть на километр где-то, да? А ведь это другое восприятие жизни. Ты по-другому формируешься, когда ты понимаешь, как огромен, прекрасен мир. У меня похожие ощущения в детстве происходили, когда я на четвертом этаже нашего пятиэтажного дома на балконе с дедушкой сидел в грозу и видел там, допустим, на пару-тройку километров вдаль. И ощущал мощь молний и грозы. То есть я вот это вот величие природы тогда почувствовал, оно меня очень вдохновляло и нравилось. Я с тех пор это полюбил. Но вот здесь это величие природы и реальную ничтоженность человечешки, себя, оно более отрезвляет. И при этом ты становишься спокойнее, смиреннее. То есть ты не уничижаешь себя, типа, ну или я ничтожество. Нет. Ты понимаешь свое место в этом огромном мире. Я уж раз уж начал. Вчера, после того, как мы поужинали и все пошли спать, я сел на терраску в деревне Тихо, фонарей нет. Я смотрел на звезды во Вселенную. Мечтал полететь в просторы Вселенной. И думал о людях, которые жили до меня много-много-много лет назад и знали меньше, чем я. Ну, по объективным причинам у меня просто больше источников информации, больше доступа к информации. Потому что есть просвещенные люди, которые изучают Вселенную и рассказывают об этом нам. И мне так стало жалко тех людей, которые жили до меня давно. Они тоже стремились, тоже внутренне хотели познать этот мир, Вселенную. Но у них не было технологий. Они во многом преуспели и заложили основы нашего просвещения. Но я все равно чуть-чуть больше них понимаю, да. Хотя бы в связи с тем, что последние открытия какие-то состоялись. Вот. И с одной стороны, мне стало жаль их. С другой стороны, я понимал, что я по сути такой же, как они. Потому что я никогда не смогу улететь к этим звездам в глубины космоса. Я умру на этой земле. Но я так же, как они, об этом мечтаю. И мне вот от этого было хорошо. Вот. Немножечко философии. Вообще мир прекрасен. И там был еще один способ, чтобы прагон-дран. Это где мы были. Вот прагон-дран. И так мы приехали из прагон-дран. Но есть еще один способ, чтобы идти к прагон-дран. Другой способ. Спасибо. А ты все что хочешь? Я вот свое сказал. А ты что уже сказал? А я свое. Вот что я вчера почувствовал? Как-то отношения вот про вселенную, про человечешку, про масштаб внутри. Про большое, надо поговорить. Про большое, про маленькое. Ну что-то такое. Ага. Что вот здесь вот у тебя появилось как-то, да? Что в сердце бьется. Что в сердце бьется. Ну что, в общем. Я умиротворился, соединился с природой. И в целом, я до этого никогда в горы не ходил, потому что я их никогда не видел в своей жизни. То есть я, ну, я же рос на равнине. И для меня там на шестнадцатый этаж это уже было высоко. А тут высота полтора километра. И это очень умиротворяет, помогает как-то вот через физическую нагрузку, вот этот сам подъем в горы. Это как бы подъем духовный, еще скажем так. То есть ты поднимаешься и в конце получаешь вознаграждение в виде отличного вида, спокойствия. Смотришь на это все, на город, на озеро. И у меня появилось желание заниматься этим. То есть я не буду опускать возможность посетить горы в таком вот режиме. Возможно, даже какой-то альпинизм. Если уж на то пошло. Но пока что к альпинизму я не готов. А вот формат хайкинга такого. Гандоны. Он мне нравится. Потому что по сути это как прогулка в гору. И в общем это прекрасно. Если у кого-то есть возможность, есть рядом гора, то вообще не упускайте этот шанс посетить. Вот если допустим кто-то куда-то на отдыхе на каком-то временном в горы или на море рядом с горами, то посетить гору это было бы наверное лучшим решением. У нас еще в планах покорение Эвереста. Надо как-то заставлять себя ехать к морю и подниматься в горы и есть черную икру. Да? Да. И пить шампанское. Я вот недооценил раньше горы. Я думал, что это не. Но такое прям не стоит. Но это вообще отлично. Мысли сейчас в голове нет, я как-то перезагрузился скажем так. Ну и папа все в целом сказал наверное. Мы сейчас пойдем обратно. Мы зашли еще на одну вершинку. Подпишите видео на минуту. там вот вот там это вот которая левая какая-то станция когда от озера смотришь есть справа крест а слева другое окончание о это в честь первого человека вступившего на луну типа лунатик с лунатиком я сфотографировался наконец-то сейчас коровок увидим альпийских крест мы еще и выше его бывали значит и вам показываю зеленочек маленький коровка зеленочек и Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok